То есть вы уже жалеете, да, что вы этот обет... Естественно. Но вы ведь при этом атеист, вы человек неверующий, все конфессии для вас там одинаково неавторитетны, тогда в чем, собственно, что держит вас? Вы обет кому давали? Ну, практически самому себе. Вы сами с собой не можете договориться? Нет. Нет, понимаете, я зарабатываю словом. И если я не буду свое слово соблюдать, то грош ему будет цена. Да, но это ведь жизнь, она продолжается, люди меняют свои взгляды. Вы же активно занимаетесь политикой, не только как консультант. Вы игрок на этом поле. Вы же видите, что люди меняют на диаметрально противоположные свои взгляды. Я сам изменил свои взгляды в политике напрямо противоположные. Но одно дело политика, где работаешь или, по крайней мере, говоришь, что работаешь ради других. И совершенно другое дело свои личные интересы. Собственно, на самом-то деле, это обещание как раз произошло на стыке личных и общественных интересов. Я уже рассказывал много раз, поэтому повторю очень кратко. На первом курсе доказывал я одному сокурснику, что все существующие ограничения половой жизни, может быть, когда-то имели смысл, но сейчас давным-давно устарели. И чем скорее мы о них забудем, тем здоровее будем. Ну, дело было в начале 70-го, когда про спидыща и не слыхал никто. Ну, он довольно скоро исчерпал сущностные доводы и перешел к личностным. Заявил, что ты о свободе половой жизни говоришь, потому что сам для себя такой свободы хочешь. Вот тут я и сделал глупость. Вместо того, чтобы сказать, что мои интересы вовсе не обязательно противоречат общественным, я заорал, я тебе докажу, что не для себя стараюсь, я вообще половой жизнью жить не буду. Круто. Именно потому, что речь шла об общественных интересах. Ну, а сейчас, к сожалению, уже поздно в чисто бытовом плане. То есть я оброс множеством привычек, приемлемых только при совершенно одинокой жизни. Я уже более-менее привык к отсутствию половой жизни. И, в общем, полагаю, что сейчас мне ломать свои привычки уже поздно ваше. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24. На телеканале Москва 24.